Друзья, товарищи, знаете, что-то в жизни неизменно, и, наверное, одна из таких вещей, это то, что контент про Оксимирона не кончится никогда. Что может быть лучше? Сегодня я возьмусь за тему, за которую, по-моему, не брался вообще никто до меня. Не просто дикудить строчки Оксимирона, а разобрать, какие отсылки он подбирал в разные периоды своего творчества. Мирон знаменит тем, какой он образованный, какие у него там Хогвартсы окончены, и это я вам рассказывать не буду, потому что вы наверняка и так это знаете. Но вот собрав подборку из 12 художников, которых Мирон просто упоминал, мне стало понятно, что она сама по себе выглядит как действительно такой клёвый гайд в живопись. Вот если вы прям мало знаете, вам кажется, что всё это там мазня или какие-то просто изощрённые способы отмывания денег с помощью того, чтобы продавать кляксы за миллионы долларов, то, ребят, мы сейчас все эти стереотипы разрушим, потому что у меня прямо сейчас на связи в инновационном формате телеграм-интервью будет Юрий Амельченко, создатель канала Art Patrol и он же сооснователь Амельченко Gallery, действительной галереи современного искусства. И сейчас я действительно буду отправлять ему строчки Оксимирона. Здрасте, вы на канале Сейна. Так, вот давайте сейчас только честно. Сколько раз за последний год вы задумывались, а вот прикольно было бы научиться писать биты? Думаю, так как вы находитесь на этом канале, нет смысла вам рассказывать про то, как это актуально, перспективно и вообще много всяких интересностей в жизнь может вам привнести. И тут я бы мог посоветовать, конечно, вам бесконечное количество гайдов на ютубе посмотреть, но давайте откровенно, чаще всего это приводит только к разочарованию в самом себе и опять откладыванию ремесла в долгий ящик. Я вам вместо этого посоветую получить сразу комплексные знания на курсе битмейкинг с нуля от Skillbox. Самое крутое в курсе это, конечно же, секреты и фишки создания битов от таких именитых битмарей, как Капелла, Вайт Панк, Петти Скрим, Стерео Райз, Брайт, то есть авторов инструменталов, Басты, Скриптонита, Моргенштерна, Майота, Мирона и остальных. И это не говоря уже о том, что вам дадут все основы. Вы научитесь работать в FL Studio, использовать звуковые эффекты, создавать аранжировки, синтезировать звуки, сводить и мастерить треки. Вы поймете, как продвигать свои биты и общаться с артистами. За время курса вы напишите свой собственный полноценный трек, который после этого добавите в портфолио. При этом важная вещь, в Skillbox все материалы курса с обновлениями остаются у вас навсегда. Вы можете не париться, что какую-то конкретную тему на курсе вот не дозапомнили, вы можете постоянно к нему возвращаться и не забывать основы. Весь январь действует скидка на курс 55%, а для главных экспертов музыки, то есть само собой подписчиков вот этого канала, действует скидка 60% по промокоду SEIN1. Так что переходите по ссылочке в описании или по вот этому вот замечательному QR-коду, регистрируйтесь на курс и получайте комплексные знания в новом году. Во-первых, скажи, пожалуйста, насколько ты вообще сам слушаешь рэп, может быть, в частности Оксимирона, и насколько тебе понятно, что из себя там представляют какие-то панчлайны, вордплей, то есть игра слов, и насколько тебе вообще все эти рэповые приколы доступны, понятны и знакомы? Йоу! Привет, Миша! Привет всем зрителям твоего чудесного канала, спасибо за приглашение. Что касается рэпа, честно тебе скажу, я достаточно новичок в рэпе, может быть, любитель. Вообще я меломан, слушаю разную музыку, но как-то в детстве и в юности рэп обходил меня стороной, так или иначе. Но, кстати, сейчас, чем почему-то старше я становлюсь, скажем так, изучаю этот мир, тем больше меня начинает привлекать рэп. Что касается Оксимирона, ну, естественно, я слышал его самые известные треки, естественно, я знаю его коллапс B2, вот, я видел его батлы, собственно, там с Гнойным, с другими ребятами, поэтому для меня это достаточно известный, понятный персонаж, очень талантливый артист, безусловно. Ну, слушай, может и хорошо, вообще рэп мало на кого лучшим образом влияет, поэтому это, наверное, было скорее позитивное воздействие. Короче, объясняю для тебя и для зрителей, которые не так в это, возможно, погружены, но в рэпе есть особенный понт именно с игрой слов, то есть, чтобы не путать это с поэзией, в этом может не быть какого-то высокого смысла, может быть просто какая-то находка, как я пока готовился к этому видосу, нашел кусок, тоже строчка Оксимирона, ты как натюрморт, на тебе нет лица, то есть, простейшая фигня, два значения, что нет лица, в смысле, на натюрморте лица не рисуют, и нет лица, в смысле, там у человека сердце в пятки ушло. И вот из таких моментов будет состоять большая часть сегодняшних строчек. Собственно, я тебе буду их отправлять, ты их сначала оцениваешь по десятибальной шкале, насколько строчка, по твоему субъективному мнению, крутая. А потом мы обсуждаем вообще, что это за художник, почему Мирон его упомянул, потому что раз упомянул, то он про него что-то знает, соответственно, в какой-то общей базис Мироновских знаний о художниках этот человек входит, а значит, избран не просто так. Так вот, первая цитата. И я вернусь на трек «Твой хуй, как Тулус Латрек». Если русский рэп в гробу сто лет, то я ебу скелет. Оценка от одного до десяти можно с коротким комментарием. Слушай, я считаю, что это, конечно, высшая степень искусства, достойная просто восхваления и воспевания. Ну, на самом деле, это, конечно, достаточно смешно. Он, наверное, имел в виду, что твой хуй такой же маленький, как Тулус Латрек, потому что, как известно, Тулус Латрек перестал расти после тринадцати лет из-за своих травм. Ну и все-таки ноги Тулус Латрека составляли 70 сантиметров, поэтому по этому отношению хуй-то вовсе не маленький получается. С точки зрения рифмы, я не знаю, как бы через скелет он ебет, но мне очень захотелось, после твоего речитатива, очень захотелось послушать этот трек. Поэтому после нашего выпуска я обязательно включу себя. С первой строчки, с первой строчки записали человека в фанаты Оксимирона. Так, а оценку-то главное, оценку. Русский рэп в гробу сто лет, но пару классиков русской поэзии точно в гробу перевернутся от этих строк. Не в обиду им, я бы дал достаточно высокую оценку. Это смешно, я считаю. Вот твой хуй, как Тулус Латрек. С одной стороны, он посмеялся над дефектом великого мастера, а с другой стороны, так удачно срифмовал и популяризировал художника. Поэтому я бы дал оценку, ну пусть будет 9. Надеюсь, от меня не отпишутся все на моем канале после выхода твоего видоса. Скажут, нифига себе он оценки выставляет Оксимирону за две рифмы. Теперь о том, почему Тулус Латрек важный художник. Я здесь буду вставлять биографические куски, большая часть из которых взята с сайта архив.ру. Настоятельно рекомендую тем, кто интересуется, зайти и самим почитать полные версии в тех и тех же материалах. Дело в том, что бабушки Латрека были родными сестрами, а родители двоюродными. И из-за вот этого странного обычая тех лет, вернее, какой-то аристократического поверия о том, что кровосмешение — это плохо, в итоге буквально эти аристократические рода, они вырождались. И, собственно, Тулус Латрек стал жертвой вот этой вот пагубной традиции, из-за чего остановился в росте на отметке в 152 сантиметра и, в принципе, отличался слабым здоровьем. Но за то, что он сделал для искусства. Удивительная вещь, что компенсируя вот этот физический недуг, ну, то есть, как бы печально это ни было, даже в современном мире физические недуги вычеркивают тебя из каких-то, из определенных слоев социума. И, несмотря на, скорее, аристократическое происхождение, Латрек в, как бы, самые высокие круги входа не имел. Зато компенсировал это тем, что опустился в тогдашние, скорее, круги низкого порядка, то есть, всякие кабаки, бордели и тогдашнюю ночную жизнь Парижа, которую он обожал. Собственно, во-первых, его семья множество раз просила его не указывать фамилию Тулус Латрек на его картинах, чтобы не позорить славный род портретами куртизанок, потому что это считалось совершенно неприлично. Но также Тулус Латрек, именно за счет того, что он не ориентировался на тогдашний контекст живописи в общем, а из-за своей позиции был вот таким панком до изобретения панка, да, и человеком грязного жанра, он также сделал огромный вклад в создание вообще жанра плакатов. Знаменитый Мулен Руш, один из символов Парижа, стал таковым во многом благодаря легкой руке Тулус Латрека. И вот эта вот открывающая афиша — это натурально исторический документ. И ироничная история в том, что Латрек по итогу умер от сифилиса, который как раз получил в одном из этих самых борделей. То есть, таким образом, то, что было его самой яркой частью и сущностью, в итоге его и погубило. Вот я правильно здесь описываю Латрека как какого-то панка от мира искусства, потому что, ну, у меня, по крайней мере, создается такое ощущение. И по нынешним временам, там, портрет куртизанки, но все равно в платье, это, ну, не кажется развратными. В общем, работа Латрека ни в каком виде. Но я так понимаю, что при жизни это приносило ему в основном проблемы. Ну, то есть, это сейчас мы думаем, блин, какой вот, типа, классный против системы чувак шел, против конъюнктуры. Но это ведь, по сути, ну, довольно несчастное существование. Неприятно, когда тебя не принимает все сообщество вообще. А это, а критики называют твои работы и твой стиль дешевым способом показать новизну. Миш, судьба художников, как известно, она нередко очень трагичная. И Тулуз Латрек не исключение, да, потому что он, видишь... Тут редкий, кстати, случай, когда Тулуз Латрек родился в семье богатой, в семье аристократов. И вроде бы ничего не предвещало беды, но та трагедия, которая случилась с ним, что он перестал расти в возрасте 13 лет и остановился на отметке в 150 сантиметров, так и протянулась на протяжении своей жизни. Он считал себя ошибкой природы, он считал себя уродливым. И именно в искусстве он находил свое спасение. И на самом деле то, что ему покорился Париж или Париж покорил его, тут уже не знаю, как лучше выразиться, это достаточно частое явление конца 19 века. Да и сейчас мы все знаем, что художники, ух, какие балагуры, они всегда создавали вокруг себя богему, они считались богемой, они всегда любили кабарет, танцы, алкоголь и, конечно, женщин легкого поведения. И Тулуз Латрек не исключение в этом плане. В 19 лет он попал в Париж и начал жить вот этой вот невероятной бурлящей богемной жизнью Мон Мартра, где собирались лучшие художники того времени. Там он познакомился и подружился с Винсентом Ван Гогом. И впоследствии очень тяжело переживал его самоубийство. И там, собственно, как ты правильно сказал, он нашел свой жанр, он начал рисовать плакаты и был невероятно востребован. Также, кстати, возвращаясь к гениальной строке Оксимирона про хуй, есть свидетельства о том, что несмотря на свой маленький рост, агрегатор у него-то был ого-го. Насчет критиков, говоря, слушай, критики в искусстве были, есть и будут. Критики в искусстве – это особая порода людей, и без них жизнь была бы скучна. Критиковали всех и все, и потом это выстреливало. Любой период практически любого художника. Конечно, Тулуз Латрек поменял вообще взгляд на рекламу, и на Молин Ружа, на входе везде висели его плакаты, которые еще больше заманивали, еще больше вписывались в этот невероятный восторг той праздной жизни, которую вела богема, причем со всей Европы, со всего мира, тусующаяся в Париже в конце 19 века. Ну и да, видишь, это, собственно, и погубило его любовь к женщинам, его модель Рыжая Роза, которая, собственно, была его музой, и в конечном итоге заразила его сифилисом. Его даже поддержали об этом, и он умер на руках своей матери. Я в рэпе, как в карикатурах битструб. Я тебя сожру, переварю и высру. Ты знаешь, Миша, это очень интересно. Это, знаешь, тот случай, когда чувствуется, что человек очень образован, но ты думаешь, хорошо ли это, понимаешь? Нет, нет, я понимаю, что рэп – это жанр, я очень уважительно к нему отношусь, как бы, но это жестко, конечно. Ну, в любом случае, в любом случае, конечно, да, абсолютно гениальнейшая вещь. Эта строчка, собственно, да, как я и сказал, под стать предыдущей. Такой гениальный краткий ликбез по художникам. Ну, что можно сказать? Карикатуры битструба, конечно, мне, честно скажу, все-таки нравятся больше, чем эта строчка Оксимирона. Но это правда, что карикатуры битструба очень язвительные, очень тонкие, и они начинаются, как бы, что имело в виду Оксимирон, да, они начинаются очень положительно. И обычно в конце герои его карикатур оказываются с носом. Оксимирон это сказал прямым русским языком. Красавчик! За это, я думаю, можно смело дать пять баллов. Пять баллов, как звучит, а? Вот так. Звучит достойно. Здесь от себя добавлю, что, я думаю, имеется в виду еще отчасти позиция Трикстера, которую на момент написания этих строк занимал Мирон, потому что сам по себе битструб, он был убежденным коммунистом, и, по сути, у него у всех карикатур, а карикатуры его большую роль сыграли, потому что, по сути, это еще до формирования жанра комиксов вот таким вот монолитным и понятным со своими принципами, как мы его знаем сейчас. Я думаю, что на огромное количество комикс-райтеров, может, даже каких-то мангак повлиял битструб, но суть в том, что у него, по сути, две главные тематики. Это житейские ситуации всяческие и политика. И вот вам, например, замечательная карикатура, в которой свастика постепенно превращается в знак доллара. Осуждаем. И битструб был даже в 52-м году в России, то есть на территории Союза, и один из судов даже в современной России, хоть и небольшой, но все равно до сих пор носит имя битструба. Вот. Поэтому как-то колко ущипнуть и съязвить битструб умел, что в сторону самых обычных там своих соседей, друзей, людей на улице, что в сторону государств, стран и даже межпланетарных союзов. Нехуй не сказал. И даже кое-каких североатлантических союзов. Здесь хочется такой вопрос задать, что ну наверняка ведь карикатура считается менее благородным и самодостаточным жанром, нежели просто изобразительное искусство. И есть ли такая до сих пор штука, что условно вот выставка экспрессионистов это гораздо более, выражаясь формальным языком, понтово, чем выставка карикатуриста? Просто, например, я думаю, что из всех художников вот битструб, ну точно понятно его привлекательность, находчивость и его талант универсально понятен всем зрителям этого ролика, например. Есть ли у галеристов какое-то такое отношение к битструбу как будто ну так, но это низшее искусство? Мне, кстати, кажется, что ты же знаешь, что битструб был заядлым коммунистом и снискал огромный успех в Советском Союзе, вообще его карикатуры просто покупались миллионными тиражами, вот, и может быть, не знаю, Оксимирон его упомянул, потому что проиграл батл славе КПСС, и в этом тоже есть некая связь. Но это, конечно, шутки. А если говорить про самого художника, то он, конечно, наикрутейший художник, очень большой, я прямо вот советую, поэтому обязательно потратьте свое время и изучите этот момент. Как ты понимаешь, Миш, карикатура, карикатуре рознь, так же, как и любой вид искусства, театр, музыка. И битструб был, конечно, большим мастером. Он сам о себе говорил, что он сколько себя помнит, он рисовал. И еще в школе он понял, что карикатуры – это очень точное и хитрое, и больно бьющее оружие, когда он на доске рисовал своих одноклассников и своих учителей. И он видел их реакции, как они смеялись, он получал популярность, а те, кого он рисовал, как сильно обижались. И тогда он понял, как можно тонко говорить о глобальнейших вещах, в том числе о политике, что он это делал всю жизнь, обществе через такие, вроде, на первый взгляд, веселые, милые и ни к чему не обязывающие рисунки. А что касается, бро, современного рынка искусства и как вообще ценится карикатура на рынке российского искусства или мирового, я тебе скажу так. У галеристов все очень просто. То, что продается – это хорошо. Конечно, сейчас в современном искусстве не так часто используется жанр карикатуры. Скорее, вот карикатуру очень любят рисовать, например, на Арбате, да, когда идешь по Старому Арбату или по каким-то вообще центральным улицам, очень часто можно видеть, присесть, из тебя нарисуют шарж, карикатуру за пять минут. Но в галерейное пространство и в музейное пространство карикатуры сейчас попадают очень редко. И я даже не могу вот так сразу тебе привести пример русского карикатуриста, современного, успешного. Но, безусловно, Херлофф Биттсруб, он просто лучший. Это настоящий большой художник, братан. Спасибо. Так, отлично. Следующая цитата. Ваши лица слишком даже для картины Босха. Флоу малокалорийный, как диета новодворской. Пришлось прогуглить, ой, прогуглить, что такое флоу. Но зато не пришлось прогуглить, кто такой Босха новодворская. Это тоже хорошо. Это достаточно мягкие строчки по сравнению с двумя предыдущими шедеврами, поэтому, ну что можно сказать? Опять великий слог. Даже не знаю, у нас уже было восемь, у нас было пять. Пускай будет шесть баллов. Здесь имелось в виду, наверное, что часто новодворская делала голодовки, и за это отчасти известно. И есть выражение там жирный бит, жирный флоу, жирный стиль. То есть жирный – это классный. Соответственно, малокалорийный, то есть наоборот, без жира. И в этом как бы все основное значение. А вот по поводу картин Босха, почему лица слишком даже для картин Босха? Дело в том, что Босх, его приблизительные годы жизни – это 1450-й по 1516-й. И он потомственный художник, от которого сохранилось около 10 картин и 12 рисунков. При этом это абсолютно легендарное имя. Представьте, насколько мало произведений сделали человека легендой. А при этом сам он известен за какое-то свое безумство. При этом об этом безумстве мы знаем в первую очередь исходя именно из его картин, потому что свидетельств о жизни почти нет. Есть информация, что он вырос в голландском городе Хертогенбос. И, в принципе, взял себе псевдоним Босх от названия этого города. В самом городе каждый шестой житель состоял в какой-нибудь религиозной общине. И таким образом вот эта вот строгость христианская, а там настолько все строго, что здороваясь на улице с прохожим, вы вот улыбались, и это считалось тяжким грехом. То есть очень строгий общинный мир, при этом постоянно вот этот вот страх смерти, ты вечно искупаешь грехи. И картины Босха, они наполнены очень часто вот этим каким-то ужасом страшного суда. И лица на картинах Босха — это и так жесть. И то есть то, что ваши лица даже для картин Босха. Чересчур это значит, что они такие стрёмные, что просто кошмар. При этом забавно, как работает романтизация, что в каких-нибудь там фанфиках, да, есть вот этот вот асоциальный, социопатичный чувак а-ля Шерлок, или там вот что, Леви Акерман, да, говоря современными примерами. По сути, такой же типаж и такой же вот ореол крутости выстроен вокруг Босха, потому что вполне возможно, что он никогда из своего города не выезжал, жил довольно спокойную жизнь, но при этом это из серии «В тихом омуте черти водятся». Но эти черти воплощались только в его работах, и то как бы черти воплощены, чтобы подчеркнуть величие Господа на контрасте. Мне вообще кажется, что вот подобная романтизация каких-то художников, да, вообще, в принципе, если вспомнить самых известных художников, то это там Да Винчи, Ван Гог, Пикассо и так далее, это все люди, которые умели ипотировать, то есть такие как бы рок-звезды от мира художественного искусства. И я вот читая про Босха перед тем, как снимать этот ролик, создалось ощущение, что как будто ему такую же биографию нарисовали, то есть изначально есть просто, ну, невероятно мастерские проработанные картины, но как раз вот эта вот какая-то темная сущность в них дает возможность нарисовать вокруг художника такой вот загадочный ореол, как вокруг, там, писателя Лавкрафта или Кавки. Слушай, я, если честно, вообще не понял твоего вопроса, но тебя очень интересно слушать, поэтому я надеюсь, что ты в будущем не только такие вот крутые видосы будешь придумывать, но и будешь просто рассказывать о художнике вот так статично. Мне кажется, получились бы отличные онлайн-курсы, я бы обязательно себе их оплатил. И работы Босха можно, конечно, часами рассматривать, их не так много, как ты правильно сказал, сохранилось. Его часто подделывают, пытаются, его очень часто копируют, выдают на рынке. На черном рынке бывает такое, что проявляются работы Босха, и потом разрождаются скандалы, когда оказывается, что покупатели узнают о том, что это оказалось подделкой. Конечно, Босха также вот, тут ты как раз вроде не упомянул этого, Босха называют предвестником сюрреализма, да? То есть самый знаменитый у нас сюрреалист кто? Сальвадор Дали, испанец, но он уже был в 20 веке, а Босха это 15-16 век. И Сальвадор Дали не раз делал отсылку к Босху, говоря, что он его прародитель, он его учитель, он его вдохновитель. То есть что было в подсознании Босха, когда он спал, были ли это его сны, была ли здесь какая-то черная магия, о которой тоже много говорили. Его работы пропитаны символизмом. Вообще в то время символизм был очень популярен. Каждое там животное, анималистичность или еще растение что-то значит. Например, жаба в его работе, это символ смерти, лестница в его работах, это сила скорого, полового акта и новой жизни, любви между мужчиной и женщиной и так далее. Поэтому есть люди, которые специализируются на Босхах, и это просто как, знаешь, как Атлантида. Можно часами разгадывать его работы, может быть он даже нам через эти работы что-то хотел передать, и когда-нибудь мы расшифруем это. Знаешь, какой-нибудь код да Винчи, ангелы и демоны, и откроем какую-нибудь Атлантиду. Ты сельский как живопись у Марка Шагала, твоя жена в 11 зря по парку Шагала. Это, если что, все очень раннее творчество Оксимирона, почти все, что мы сейчас видим. Слушай, ну здесь, конечно, гениальная, абсолютно охуенная игра слов. Шагала, Шагала. Нет, слушай, на самом деле, просто ты меня называешь строчки, а я не слышал песни, и я думаю, чья жена, чьи лица, вообще непонятно. Но это прикольно. То есть, наверное, если послушать всю песню, весь сценарий, то вообще будет бомба, и ты как будто посмотришь целое кино. Поэтому тут бы я поставил, ну, за Шагала-Шагала я бы поставил 7 или 8 баллов. Это просто великолепная игра слов. Великий, могучий русский язык. Вот. Ну и здесь достаточно все мило. Даже нету мата. Даже как-то несерьезно. Оценку менять уже поздно, но, если что, жена в треке была абстрактная. В треке нет подробностей, чья это жена. Вы мне кого подослали? Наивнее искусство, не копиросмания. Считать, что я буду с тобой долго базарить, а помнись, пацан, ты никто в Казахстане. Это вот уже из свежего. Хо-хо, подоспел твой земляк. Ну, точнее, как ты на его земле, потому что не копиросмани. И ты сейчас в Грузии. Его, конечно, там обожают. Он национальный герой. Кстати, советую тебе сходить в музей не копиросмани. Вот прямо не пожалеешь. Я просто не понял, это послание скриптониту, что ли? Или что это значит? Типа, ты никто в Казахстане, блядь. Я вот, знаешь, чего не пойму, почему он всех срёт? Вот это вот мне непонятно. Вот мало того, что под замес попадают великие гении, блядь, почему-то в каждой строчке. Так он ещё и всех срёт. Что-то жён. Вот мы в школе так очень любили делать, над всеми прикалываться. Походу, Оксимирон тоже в школе над всеми угорал, блядь. Интересно, он в жизни так же общается? Ну, короче, что я могу сказать? Это прикольно. Ника Пиросмани, на самом деле, искусство-то у него наивное, но сам-то Ника Пиросмани, конечно, красавчик, большой художник. Тоже, к сожалению, с трагичной судьбой. Что касается оценки, за Казахстан, я думаю, четвёрочку, короче. За Ника Пиросмани 10. Среднее 7. Ну и здесь делаю заметочку, что обычная тема для рэпа, и в частности батл рэпа, это 10 невидимого и несуществующего соперника. То есть твой трек, он как бы не против кого-то, а часто против индустрии, против жанра, против какого-то широкого типажа других артистов, иногда против образа мысли вообще как такового. Вот. И этим обусловлено то, что он постоянно всех засирает. А строчка была не скриптониту, но другому земляку скриптонита. Там был вот конкретный оппонент. И теперь расскажем зрителям, к чему вообще там сельская живопись шагала. И наивное искусство Пиросмани. Здесь меня может сейчас Юра поправит, но есть две схожие, так сказать, два схожих типа художников. Одни, которые были профессионалами, и специально как бы дойдя уже до определенного пика натуралистического изображения, они упрощали свое искусство, именно визуально упрощали, чтобы тем самым передавать совершенно другие вещи. Собственно, знаменитый черный квадрат Малевичевский – это часть тех самых экспериментов в упрощении, когда очень умелые и скилловые дяди отходят от реалистичного изображения, однако все еще используют свои скиллы в сочетании цветов, восприятии композиции и так далее, но для создания гораздо более абстрактных работ, так как искусство в этот момент уже потеряло необходимость натуралистично запечатлять реальность, как это было до этого. И есть другой тип, которые именно по происхождению не являются никакими профессионалами. И, по сути, обе эти строчки, они про одно и то же, потому что Шагал – это как раз профессионал, который намеренно упрощает свой стиль, а пиросмани – это человек, вышедший непосредственно, ну, натурально из народа. И, собственно, такие художники наивные, они – это название жанра наивное искусство, вот с непрофессиональными художниками – они очень часто имеют трагичную судьбу, потому что, ну, там, вот, если, а наверняка смотрят это видео люди из российских регионов, вы понимаете, что вот, ну, чем условно беднее и проще жизнь, тем она более тяжелая, поэтому, в том числе, у, действительно, грузинского героя пиросмани, который здесь, там, на каждом шагу куча сувениров с его продукцией, и вот на центральной улице находится его музей, а у него судьба также довольно печальная. Вот, но суть что одной, что второй строчки про то, что вот сельский и наивный, для рэпера это оскорбительно, а в случае с художниками – это, как бы, их жанровое определение. И, как раз, Шагал, он сам по себе не сельский, но просто относительно своих коллег, которые свои скиллы намеренно не преуменьшали, это создавало впечатление живописи из села. Мы, к сожалению, пишем из квартиры, вот, было бы прикольно, писали бы из галереи, позади меня было бы искусство, разговаривая об искусстве. Но сегодня, как говорится, что имеем? Слушай, смотри, да, ты вообще все сказал четко, единственное, на самом деле, Шагал, он был сельским, он, его домик, вот, если ты посмотришь, он там жил очень долго, там, с семьей под Витебском, ну, это прям село-село, поэтому он такой деревенский парнишка. Да и, собственно, все тогда были такие. Как и Перасмани, а Перасмани из грузинского села, да, в Кахете, там, недалеко от тебя. Ну, видишь, да, между ними разница такая, что Шагал, он понял сразу свое предназначение художника и уехал в Петербург, в Академию художеств, и он, как бы, профессиональное образование получил, академическое, а потом перестроился. Ты абсолютно прав, что именно когда художники чувствуют, так и появился русский авангард, вообще самое крупное явление в искусстве 20 века, да и вообще до сих пор полностью изменившее ход истории искусства. Как раз это было связано и в том числе с появлением фотоаппарата, потому что лучше, чем фотоаппарат, не напишет ни один художник и не запечатлит реалий. Тогда художники поняли, что нужно что-то менять. В случае Шагала, да, получив академическое образование, он нашел свой стиль, который сделал его тем марком Шагала, который сейчас является одним из самых дорогих художников 20 века и вообще человечеством, и продается за десятки миллионов долларов. И, кстати, у Шагала отличная судьба, он умер 97 лет для художника, это просто блеск, это, кстати, редкость, потому что очень часто художники скоропостижно заканчивают из-за наркотиков, сифилиса, как мы говорили, алкоголя. Тяжела судьба творца, а вот Шагал умер признанным 97 лет во Франции и очень богатым человеком. В отличие от Ника Перасмани, который умер в нищете, умер в нищете и получил признание свое уже после смерти. Он родился в нищете, он всю жизнь жил в нищете, 20 лет он служил слугой, потом он начал 20 лет рисовать и понял, что коммерсант из него никакой, и он будет свой хлеб добывать именно через живопись. И, кстати, мы сегодня уже говорили от Узла Треки, да, который делал рекламу на Муленруже и во Франции, на Монмартре. А наш друг, герой Перасмани, он делал вывески вкусные в трактирах по Грузии. Ты как никто, да, сейчас знаешь, как в Грузии вкусно, и вино льется рекой. Но он так точно это изображал, что нельзя было пройти мимо этого кабачка. При этом он был наивным художником, и он был полностью самоучхой. Но это не помешало ему войти в историю искусства и сделать так, что мы сейчас с тобой о нем говорим. И он висит, в том числе и в Третьяковской галереи, везде. Вообще очень крутой художник. Можно просто залипать на его вот эти наивные работы, где выражены грузинские лица с большими глазами. И мне кажется, что равносильно, в смысле этой части одного и того же какого-то непонимания искусства, что как будто есть одновременно и жалоба на недоступность и непонятность вообще того, что это за мазня. Но есть также и какое-то непонятное отношение к тем, кто непрофессионален. И, казалось бы, если человек реально вырос в деревне, и у него нет скиллов художника, то чем мне на него ходить? Но вот как раз Перасмани, по-моему, ярчайший пример того, зачем нужно наивное искусство и какую функцию оно может выполнить. Ни одна реалистичная работа не передаст дух Грузии так, как его передавал Перасмани. То есть вот как раз именно то, как Перасмани изобразил грузина, это и есть какое-то теперь базовое представление о грузинах и вообще о какой-то стилистике Грузии. То есть он его сформулировал. И многие вещи, обстоятельства, какие-то ощущения, в принципе, только через наивное искусство передать и можно. То есть оно больше подчеркивает. И если там изображать те же российские регионы, можно, конечно, вдарить реализму и прям вот показать, чтобы там каждый развалившийся забор в деталях был. Но как раз нарисовав его в какой-то такой детской манере, ты можешь гораздо больше сказать. И при этом подобное отношение к делу, оно используется и вне рамок конкретно вот наивного искусства, как узкого направления. Я так понимаю, Юра, у тебя прямо сейчас в твоей галерее проходит выставка какая-то очень схожего содержания, такого бытового, только при этом больше в сторону соцарта со всем этим спортом в искусстве. То, что можно сказать с помощью наивного искусства, нельзя сказать с помощью реалистичного изображения, и что принципы эти, они кочуют как бы в другие направления искусства. И я правильно понимаю, что у тебя прямо сейчас проходит как раз нечто подобное в твоей галерее выставляется? Дорогие друзья и любители искусства, все подписчики Мишиного канала, всех ждем на выставку искусства и спорт в Москве в Амельченко-галлере до 10 февраля. Уверен, вы получите большое удовольствие. Очень много интересных работ, посвященных спорту. До встречи. И как раз вот, наконец-то, не батловая строчка. Это один из немногих каких-то романтичных треков Мирона. Снежный барж... Блядь. Снежный барж меж травы не картина Руссо. Южный крест меж пурги начертит хитрый узор. И вы выиграли автомобиль. Оценка будет за Снежного барса и за то, что он первый раз никого не оскорбил. Девять. А девять было? Или было восемь? Тогда ставим десятку. Это именно оно. Все, никто не оскорблен. Хотя еще надо про Южный крест узнать. Может быть, он все-таки кого-то и зацепил все равно. Так, слушай, про крест я тоже не знаю. Это не про живопись, поэтому сегодня не входит в компетенцию нашей оксиэкспертизы. Но говоря про Руссо, в принципе, ничего нового особенно сказать нельзя, потому что это также относится к наивному искусству. Просто вот смотря на эти картины, вы можете что игру с формой, что игру с цветом, что примитивизацию стиля, уход от реализма в пользу как раз вот этой вот узорчатости и художественности изображения в каком-то новом смысле, отходящем от реализма. Великие работы, если посчастливится вам увидеть их вживую, настоятельно советую на них взглянуть. Желаю смерти паре редколлегий, паре рэп-коллег и я не Дэйл Карнеги, мне все это на руку как Брейгель. Маленькое пояснение, картина Брейгеля набита у Оксимирона на руке, поэтому на руку оценивайте. За такой негативный настрой я поставлю единицу, а за то, что у него Питер Брейгель на руке, блядь, это просто сверх креатива. За это можно поставить высокий балл, но все-таки общий мотив и интонация строки навеивает на меня такую же низкую оценку в один-два балла, потому что смерти желать люди как бы это вот последняя часть этой самой пищевой цепочки. И, собственно, в данном случае контекст, ну, смысл понятен, что всегда найдется кто-то, кто еще больше тебя и кто готов тебя сожрать. То есть, недостаточно быть самой большой рыбой, потому что в любом случае все станут частью вот этой самой пищевой цепочки неизбежно. И еще хотелось бы прокомментировать вот эту вот работу. Называется она «Вавилонская башня» и наверняка что-то вам напоминает замечательные фанаты Оксимирона. Да, действительно, она легла в основу Горгорода, и я думаю, про Вавилонскую башню и связь ее с Горгородом вам ничего объяснять не надо. А вот что хочется спросить тебя, Юра, это во-первых, нельзя не заметить какой-то стилистической общности между Брегелем, Босхом и еще другая татуировка Франциска Гои у Оксимирона есть, но мы это упоминать не будем. Но так или иначе стиль вот такого подробно проработанного мрачничка явно близок Мирону. Можешь вот в двух словах описать культурную значимость и культурный масштаб Брегеля? Слушай, ну я хочу тебе сказать, что у него, конечно, наверное, не все в порядке с психикой, он опять желает смерти, редколлегии желают смерти, пара рэперам, что они ему сделали, что ему, ну, блядь, все не имется. До этого он засирал, сейчас мы уже дошли до того, что он желает смерти, мы, блядь, великий талант и умнейший человек, тут ты не поспоришь с этим, видишь, как интересно бывает в этой жизни, блядь, одно другому не мешает. Миш, я тебе скажу так, Босх это пиздец, Брегель это полный пиздец. Уподаваясь нашему герою и как сказал великий русский художник у меня в выпуске Павел Попперштейн, мы в России не нуждаемся в психоанализе, у нас есть для этого мат, я, пожалуй, вот применю именно такие слова, великого могучего русского языка, потому что по-другому не скажешь. Вот тут я Максимирона понимаю полностью, потому что, друзья мои, все, кто нас смотрит, ну просто откройте интернет и просто посмотрите, а если это еще посмотришь вживую, то, что ты говоришь о том, что Брегель и Босх они похожи и Гоя, это абсолютно так, они, у них, во-первых, очень много общего и они земляки, да, Босх, Брегель, но как Брегель очень часто сравнивали с Босхом, но как и любой художник, он, конечно, хотел быть личностью и пытался откреститься от этого и нащупать свой, скажем так, стиль отличительный и у него это в итоге получилось делать. Он был из крестьянской семьи, просто посмотрите на его работу, как он выписывает крестьян, его зимний пейзаж там с катающимися на коньках, ну там, короче, у него дофига работ. Как я уже и говорил раньше, это реально сверхлюди, на мой взгляд, потому что так, во-первых, такое иметь в голове, это что надо употреблять, так еще и это все так интерпретировать на холсте, эти чуваки, конечно, оставили наследие не меньше, даже чем у Кси, поэтому это пиздец. Следующая строчка. Мы инопланетяне, нахуй землян, они ебальники вытягивают, как модельяне. Слушай, ну наконец-то, блядь, мы получили вообще разгадку происхождения Оксимирона. В целом, поняли, почему он так злостно относится к людям, живущим на этой планете, потому что, как оказалось, он инопланетянин, при этом, как мы понимаем, из этой строчки он оказывается не один, потому что он говорит мы, и это целая раса, а обращается он ко мне, как к расе человека. Это очень прикольно, я подозревал, вот, и я очень рад, что мы заговорили о Модельяне, о Модео Модельяне, великом итальянце, который тоже грустно закончил, как и Перасмани, не получив признания. Поэтому за такую гениальную строчку про вытянутые ебальники и за чисто сердечное признание Оксимирона, что он не является человеком и моей невообразимой любви к женщинам о Модео Модельяне и к этим вытянутым как раз самым ебальникам я хочу поставить 10 баллов. Да, ну и, собственно, я думаю, все уже поняли по показанным работам, что просто манера вытягивать лица была у Модельяне и, соответственно, разгадка строчки в том, что люди, смотря на вот эту вот самую расу Оксимиронов, они удивляются и их лица становятся вытянутыми, как на картинах Модельяне. Вот. А сам Модельяне был знаменит тем, что он неудачный скульптор в живописи. И, в принципе, можно проследить в его работах, вот кроме такой экспериментальности, местами какой-то скетчевости, незаконченности, можно проследить также вот эту какую-то монументальность и обстоятельность. Вот. А и Модельяне еще мы как раз обсуждали это с Юрой вне того, что видите вы в ролике, но однажды один человек на том, что в какой-то момент купил, а через 15 лет продал работу Модельяне, он заработал 120 миллионов долларов. Здесь хочется заметить, что, наверное, подобные ситуации и создают у людей вот такое недоверчивое отношение к современному искусству, мол, ну вот почему 120 миллионов, ну чё, типа в столько раз картина лучше стала за эти годы, а действительно не стало, просто человеческое внимание, оно увеличивает цену картины, и это действительно так работает. То же самое, в принципе, относится и к музыкантам, и к криптовалютам, и так далее, что чем больше людей этим увлечены, и чем больше авторитетных источников подтверждают качественность и уникальность, там вот, например, работ того или иного художника, тем дороже он становится. И это действительно не поддаётся рациональному объяснению, потому что и человеческое внимание, особенно массовое, не имеет никакой как бы рациональной почвы под собой, ну по большей части, да, там, не все справедливо оплаченные, справедливо известные и обласканы публикой. Ну а чё? Вот, Юра, если можешь уточнить, как именно формируются вот эти заоблачные ценники, скажи, плиз, и ты, как большой фанат Модельяни, скажи, на что вот обратить внимание не сильно посвящённому зрителю? Говоря о Модельяни, конечно, у него ещё одна трагичная судьба, итальянец, родившийся вокруг украшений, буквально на кровати, потому что когда его мать рожала, к ним пришли судебные приставы, чтобы арестовать их имущество, потому что его отец разорился, но по итальянским законам рожденица была неприкосновенной, поэтому они взяли и все драгоценности перенесли на кровать, представляешь, какая штука удивительная. Он очень любил свою мать, но, короче, где-то там в совсем юном возрасте он заболел тиберкулёзом, собственно, пока из-за которого и скончался, там, в 33 или 34 года он умер молодым. В Италии он уже начал такой вести достаточно распутный образ жизни, как и подобает великому художнику, как они сами многие считают, пробовать наркотики. Когда он переехал в Париж, он очень конкурировал с Пикассо, его не относили вообще ни к каким направлениям, хотя сейчас сходится, что он был экспрессионистом. Вот я советую тебе, если вдруг не смотрел и зрителям посмотреть художественный фильм о Дильяне 2004 года просто охуенный. Реально, там вот прям показана очень хорошо атмосфера Парижа конца 19 века и вся эта богема. Поэтому очень печальная, трагичная судьба, так и не нужны были никому его картины при жизни. Он, кстати, кутил роман с нашей великой поэтессой Анной Ахматовой, когда она с Николаем Гумилёвым путешествовала в Париж. Он быстренько сообразил, это известный факт. Поэтому Гумилёв побыстрее её забрал обратно, в Россию. Он очень любил женщин. Его даже называли, кстати, даже большим кутилой, чем Тулуз Латрек, о котором мы собственно сегодня с тобой тоже уже говорили и выяснили, что он был ещё какой любитель покуражиться. Ну вот, Маделянин даже его перепутал. Переплюнул. Да, и закончил грустно он. Такая получилась краткий эксорс, но мне кажется быстро я рассказал. Закончил он очень грустно, он умер от туберкулёза, а его любовь уже его жизни, 19-летняя, Закна, будучи беременны там на шестом месяце беременности. Вот такая, представляешь, судьба трагичная у него, поразительная. И теперь плавно переходя к цене, да, за картину, вот такая трагичная судьба практически не продал картин при жизни. Умер в нищете, но сейчас, да, вот в 2004 году на аукционе Содби значит коллекционер имени не разглашается купил его работу за 26,7 миллионов долларов и в 2018 как ты правильно сказал перепродал за 153 миллиона. То есть там 130 миллионов долларов он сделал за 15 лет этот коллекционер. Это к вопросу о том, во что надо вкладывать, друзья мои, покупайте искусство, это лучшая инвестиция. Это я вам говорю как галерист и как любитель искусства, как человек, который его популяризирует. Художникам нужна ваша помощь, чтобы у них не было таких же трагичных судеб, как у Амадео Модельяне или скажем Нико Перасмани, чтобы они добивались своего признания при жизни. А говоря о ценнике, ну такие великие имена как Модельяне и так далее, они, ты знаешь, меньше они будут расти постоянно и все-таки аукцион это немножко ярмарка тщеславия и туда приезжают, если мы говорим о Содби, о Кристисе, самые богатые и влиятельные люди этого мира и они начинают друг с другом соревноваться и ты не можешь контролировать эту цену. Цена может вырасти до космических пределов 100-200 миллионов долларов и тогда все цены на эти картины этого художника, что очень важно, то есть он есть в других коллекциях, автоматически из-за этой продажи тоже вырастают в цене. Также работает и на рынке современного искусства, вот руссо-российское искусство с неживущими авторами формируются цены и аукционные продажи, публичные продажи на ярмарках, галереях позволяют тому или иному художнику расти. Это так называемый провинанс работы в чьих она коллекциях и какой путь она прошла. Я поясню здесь, это взято из трека намешанное, весь трек это рефлексия Мирона по поводу того, в каком он состоянии сейчас находится. Это как раз из последнего альбома «Красота и уродство». И песня намешанная это про то, что намешано в нем самом. И собственно строчки это из чего он состоит. Из «Гляди, чего достиг», из «Скрытой обидчивости», из «Дичи» от «Дикса», только «Триптик» пошел. Из «Тягина блудниц», «Порноактрис» и «Стриптизерш». Слушай, мы говорим о «Отто Диксе», о котором мы, наверное, сейчас поговорим подробнее. Мы приходим к мистике и жути про «Триптих», «Триптих» из «Стриптизерш» и «Блудниц» и «Порноактрис». Так-то, в принципе, «Триптих» не такой уж и плохой, но я думаю, что тут тоже можно сложно оценивать. Чем дальше, тем сложнее оценивать. Я уже запутался в критериях, но за это, я думаю, что 9-10 можно поставить. Это так, блядь, он очень тяжелый. Отто Дикс из вообще нашей сегодняшней подборки, наверное, один из самых современных художников, которые есть, и я вам здесь фрагмент с артхива.ру зачту прям целиком. В 33-м году к власти в Германии приходят национал-социалисты. Дикса увольняют с должности профессора и запрещают писать в наглой, гротескной манере, оскорбляющей нацию. Его включают в список 18 самых опасных художников страны, в доме проводят обыск и намеренно дырявят несколько картин. Он считает крайне опасным продолжать жить с женой и детьми в Дрездене, подвергая их жизни ежедневной угрозе. Все вместе они уезжают жить в деревню на границе со Швейцарией, оставляя крохотную возможность в самом крайнем случае сбежать из страны. Здесь он пишет холодные, безлюдные и раскаленные тревожные пейзажи, просто чтобы за что-то держаться. И одну из самых злых и непостижимых картин, в которой изображает Гитлера обиженным ребенком, аллегории смертного греха зависти. И сама картина называется «Семь смертных грехов». И это нечто невероятное. По уровню карикатурности, конечно, по стилю не похоже, но по какому-то тоже вот мироощущению, как я сегодня говорил, мне напоминает Ральфа Стэдмана, который наиболее знаменит своими иллюстрациями к страху и отвращению в Лас-Вегасе. И в плане передачи каких-то актуальных уже для нас знаний, то есть Гитлер в живописи воспринимается как скорее современный какой-то образ, потому что сама живопись в среднем гораздо древнее. Классическая живопись нам кажется чем-то из гораздо большей глубины веков. И у Стэдмана советую вам заценить, у него есть например необычная биография Зигмунда Фрейда в его иллюстрациях, и это конечно нечто. Собственно то же самое относится к Кота Диксу, который очень специфическим образом воплощал все, что в мире видел, а как бы судьба у него тоже не из самых приятных, что и отражается в его картинах. Это именно безумие современного мира, уже близкого к нам, да, вот в нашем мире он бы вообще полетел, наверное. Но в 34 году, спустя год после событий, которые я описывал до этого, с обыском и переездом в Швейцарию, его картины будут изъяты из тех музеев, которые рискнули в свое время их приобрести. Часть из них попадает на выставку «Дегенеративное искусство», а после будет уничтожено. Реалист Дикс больше не рвется увидеть войну, ее грязь и ужас. Он все это видел 20 лет назад и знает, что не найдет ничего нового. В 45-м 53-х летний художник попадает под призыв, оказывается в плену и освободится только в 46-м году, то есть спустя 12 лет. Прикиньте, какой ужас. И, естественно, настоящие фанаты Оксимирона прекрасно помнят трек «Дегенеративное искусство» с шоком, который в свое время являлся манифестом творчества этих двоих. И вот спустя огромное количество лет снова Отто Дикс находит отражение в текстах Оксимирона. Вот такие приколы. Я Марсель Дюшан, мне поссать вообще. Ты не фонтан за баром, бар, я мистер Рубинштейн. Слушай, ну от этой строчки очень захотелось поехать в Петербург и прогуляться по барам Рубинштейна, поэтому все, кто из Питера, привет. Очень круто. Оксимирон, кстати, по-моему, тоже же, да, питерский, мне кажется, я не уверен. Ну что тут можно сказать? Прикольно. И у Дюшана был фонтан, да, перевернутый, писсуар, которому он изменил вообще ход истории искусством появилось такое, понимаете, как Рэдимейд. И в Питере есть фонтанка, да, вот, поэтому тут много всяких прикольных смыслов, бар, бар, и Рубинштейна, опять же, он сюда приплел, блядь, гениально, не знаю, что сказать, офигений. Не хуже, чем те, о ком пишет, раз уж я их поставил плюс-минус в одну строчку, каждый в своем деле. Ну, Оксимирон, конечно, еще надо заслужить успех Дюшана и Рубинштейна, но шансы есть. Я поставлю еще не было 7, 7 баллов. Дюшан, это один из самых интересных моментов в сегодняшнем рассказе, потому что он натурально издевался над галереями и всем вот этим, вот, знаете, вот тем самым лоском современного искусства, который многих раздражает. Почему? Потому что вот этот вот фонтан Дюшана невооруженным взглядом видно, что это писсуар и такая, честно говоря, история вокруг него и была, что Дюшан в шутку отправил свой писсуар как объект искусства в галерею и, по сути, когда он его отправлял, изначально мысль была такая, что если его сейчас выставят, то получается все, что угодно, что оказалось в галерее, становится объектом искусства. Эта мысль потом обшучивалась миллиард раз и как будто самое главное клише про современное искусство, оно в этом и состоит, что ты вот что в галерею не положи, все будут вот ходить вот так вот размышлять и цокать про то, что же хотел сказать автор. И Дюшан как раз над этим и смеется и это и получилось, пранк удался, потому что унитаз действительно выставили, он действительно стоял в галерее, назывался фонтан Дюшана и в этом и с этого момента как бы отчитывается история, когда это ни для кого не вопрос, то есть как раз вот это вот то, что обшучивается, оно внутри художественной среды не является чем-то, ну, каким-то, знаете, откровением или чем-то, что там того же музейного работника может расстроить и поставить в тупик, мол, у вас любая херня искусством может быть, так в этом и суть, что любая херня искусством может быть, то есть можете ли вы выставить унитаз в галерее, ну, как бы скорее да, но просто проблема в том, что Дюшан его уже выставил и поэтому такого же жеста вы сделать не сможете, но если вы там не знаю, ну, условно, да с чем угодно, с помидором, вы можете теоретически превратить самый обычный помидор в объект искусства, просто вопрос в том, что нужно создать ему достаточно контекста и в случае с Дюшаном этот прикол с тем, что он отправил унитаз в галерею, это и есть тот самый контекст и если вы способны создать достаточный контекст помидору, чтобы он оказался в галерее, то поздравляю, вы современный художник. Вперед! И последнее, что хочется сказать, это про то, что такое ReadyMade. Из названия понятно, что это заранее готовое искусство. То есть, вот, например, у меня вот здесь стоит табличка, сейчас ее принесу поближе. Ой, блядь. Мои самые верные зрители, которые смотрели ролик про ебаназию для Сейна, могут помнить, что это просто мои подписчики, которые пришли на мое мероприятие, которое когда-то можно было провести в Москве, стащили эту табличку мокрый пол, пронесли ее по куче художников, которые были на моем замечательном ивенте, и все они на ней что-то нарисовали. Но изначальный объект был абсолютно бытовой. В этом и состоит ReadyMade в том, чтобы создавать искусство из обычных предметов обихода. Собственно, вам, мои дорогие творческие друзья-подписчики, я настоятельно советую это использовать, потому что можно красивым свой дом сделать, украсить любые объекты. Вот, например, у меня есть кружка для бычков с наклейками. Круто, да? Вот, Юр, мне интересно, как ты это прокомментируешь, потому что, мне кажется, здесь такая, как бы, в две стороны работает эта история с ReadyMade и тем, что что угодно может стать искусством, потому что, с одной стороны, ну, как бы, что может быть ближе человеку, чем унитаз, писсуар и все вот остальное? Но, с другой стороны, это же и как будто обесценивает искусство еще больше, то есть из разряда, ну, что мне идти в галерею смотреть на писсуар? Действительно, вот, ну, музейных сотрудников это уже не обеспокоит, это уже не важно, ну, хочется сказать, что, конечно, писсуар Марселя Дюшана это не Брейгель или не Босх, да, не великое искусство эпохи Возрождения, ну, а так ты все вообще очень интересно рассказал и все по делу. Именно благодаря феномену Дюшана в будущем и Орхол, и Тресси Эймин появились вот такие художники, которые полностью, и Бойс, которые полностью пересмотрели свой взгляд на искусство, и в музее, в галереях начали появляться мусорные баки, незаправленные кровати с окурками, презервативами, экскременты в баночках и так далее и тому подобное. И все это теперь после Марселя Дюшана является великим искусством и еще продается за огромные деньги. Знаешь, как-то раз художник очень сильно обиделся, когда выкинули его пакет с мусора музейной работнице-уборщице, потому что он не был огорожен, как музейный экспонат. Так она это выкинула в мусор, а потом оказалось, что это великое произведение искусства, которое стоит денег. Художник был неимоверно убит и расстроен, и когда ему сказали, да вы не волнуйтесь, мы сейчас просто вытащим этот пакет с мусора и положим на обратно, он сказал, что нет, уже идея этого великого произведения искусства потеряна. Ему пришлось собрать новый пакет с мусором и положить на то же место, понимаешь? Но на самом деле даже у меня в галерее на выставке искусства и спорт присутствует искусство ради-мейда, например, старые бойцовские перчатки, волосянки так называемые, и на них как будто вот такое золото посыпано. Это говорит о том, что это уже, мы уже к этому относимся не как к боксерским перчаткам, а к такому, знаешь, мастодонту советскому, что в каждой семье они должны быть. Поэтому ты правильно сказал, что тут вопрос просто концептуальности, как глубоко это можно завернуть и как хорошо это можно продать. Поэтому Марсель Бишон красавчик продал, выдал писсуар за фонтан. Миша, дорогой, вот тебе пример. Прямо сейчас мы находимся у меня в Амельченко гэллери на выставке искусства и спорт. И позади меня ты видишь старые советские перчатки из конского волоса, волосянки. И, казалось бы, какое искусство? Но на самом деле это арт-объект. Если ты видишь, они отливают такой золотой пыльцой. И художница Виктория Борисова хотела донести, что эти перчатки есть в каждой деревне, в каждом советском доме. И когда мы приезжаем на дачу, да, допустим, или к нашим бабушкам и дедушкам, мы видим эти перчатки, и мы не используем их по назначению, не боксируем в них, в основе своей, конечно, а относимся к этому как к нечто сакральному. Вот тебе искусство рейдимейда. Перчатки, у которых назначение спортивное перерастают в иные смыслы и становятся арт-объектом на высокий искусственный спорт, где представлены работы, посвященные спорту со всей страны. Ты видишь баскетбольный мяч, но он подздуд, стоит на такой каменной основе и обвязан веревкой. Все эти предметы нам знакомы. И мяч, и каменная подставка, и веревка. Эта работа говорит о перемешивании спорта и политики. И о том, что мяч уже не может быть использован по назначению, потому что его что-то сдавливает, что-то мешает ему выйти за эти рамки. Например, наши баскетбольные команды, скажем, и так далее. Вот тебе еще одно искусство рейдимейда. И третий, завершающий арт-объект. Посмотри на этого робота Бионикла. Художник называет его хоккеист Спартака, художник из города Ярослава. И ты видишь, что этот робот стоит с клюшкой и собран он из запчастей для мотоцикла. Наишикарнейший арт-объект. Единственное, каждый раз боюсь, что он, не дай бог, оживет. Видишь, олимпийские кольца, пять колец в виде наручников. И смысл, опять же, о том, что политика очень сильно заходит в спорт. И так выглядит Олимпиада в глазах наших спортсменов, которые всю жизнь тренируются, всю жизнь стремятся к тому, чтобы попасть на Олимпийские игры, но от вещей, которые абсолютно от них не зависят, они не могут этого сделать, и Олимпиада становится для них запретной. И внимательные слушатели Оксимирона и внимательные зрители моего канала могли заметить, что Йозеф Бойс уже был в моих видосах и уже был у Оксимирона. Его Юра упомянул в тему просто этой, так сказать, плеяды художников, да, но вот декодинг строчки про Йозефа Бойса можете найти в этом видосе. А еще Тулусла трек у меня тоже был в предыдущих видосах. И вообще, ребята, возможно, вы вот до этого момента ролик досмотрели, значит, вам может быть нравится просто искусство. Может, вам еще что-нибудь про него посмотреть на моем канале. Ненастоятельно рекомендую, у меня много классных роликов про это и все страшно недооцененные. А мы переходим к последней строчке на сегодня. Я разгонял ей, что у рыжих нет души, но она вспоминала Сэма из Шира и Эда Широна. Наша интрига ей раздула Эга Шире. Она хочет поцелуй, но я не Климт, а Эгган Шире. Это просто вышаг. Тут 10 баллов сразу, потому что здесь упомянут Сэм, Уайс Гемжи из Шира. Я обожаю Толкин и Василин Колец. И чтобы ты понял, насколько у меня на шее висит кольцо Всевластия. Видишь? И тут прямо на эльфийском языке все написано. Я его не понесу в роковую гору. Моя прелесть будет на мне. И вообще, поэтому просто красавчик. И австрийских художников Климта и Шили я тоже обожаю. Судя по всему, Оксимирон назвал себя Шили. Он мне отдал предпочтение Климту, да? Мне больше нравится Климт с его помбезным золотом. Его, конечно, невероятный поцелуй. или... Ну, короче, да, топчик. Но Эгган Шили тоже жутковато прекрасен. Дорогие зрители, это не постанова. Я не знал, что Юра тоже фанат Властелина колец. А по поводу Климта и Шили, честно говоря, про Климта я даже не знаю, что рассказывать. По-моему, это один из самых таких запопсившихся художников из тех, что в принципе есть. Я вот даже не знаю... Ну вот Юра, наверное, сейчас подберет какие-нибудь слова, чтобы описать его художественный стиль. А Шили как раз знаменит... Ну и я уже просто декодил это на своей реакции на... Блядь. На своей реакции на этот трек. Ну и суть, повторю еще раз, такая, что у Климта поцелуй знаменитейшая картина, и он романтичный, весь в золоте, да, такой магический, сверкающий, а у Шили наоборот натуралистичное и вот такое уродливое изображение тех же самых чувств, поэтому как бы смысл в том, что у Оксимирона не может быть романтичного сверкающего поцелуя, он может только голову откусить своей несчастной избраннице. Вот. И, собственно, теперь передаю слово Юре. Ты уже сказал про то, что их объединяет, можешь для зрителей выделить, ну вот, самые яркие фрагменты, чем особенны, что Климт, что Шили. Про Климта можно меньше, ну реально, ну уже пусть сами погуглят. Да, слушай, об этих австрийских деньях можно говорить очень долго. Как я и сказал, Эгона Шили называют лучшим учеником Густава Климта. В отличие от своего учителя, у него была тяжелая судьба и далеко не такая успешная карьера. Он и сидел за растление малолетних, правда, потом его отпустили. В его картинах, ну, ты сам можешь посмотреть, да, ведь фигуры, они немножко жуткие, у них тоже чувствуется смерть, как предчувствие. У него было пару таких романов, но и девчонке Вале, его главной любви, он разбил сердце, в итоге она ушла медсестрой на войну, на фронт Первой воровой там погибла, он сам воевал. И вот вроде уже когда к нему и признание пришло, и все, вместе с признанием в Австрию, в Вену пришла чума, как ковид, да, только испанка. Об этом, кстати, очень много говорили во время ковида, вспоминали испанку. И испанка скосила его тогда, уже нынешнюю новую супругу. Та была беременна, и Шили этого тоже не пережил. То ли от испанки, то ли от душевной тоски. Он ушел за ней совсем молодым, по-моему, 28 лет ему было. Ну вот, да, так, конечно, они суперкрутые, поэтому, ребята, если будете в Австрии, обязательно заходите в Главный Австрийский музей, где представлены коллекции, коллекции Шили и Климта. это ярчащее явление в истории искусства, как, в принципе, и все те художественные герои, о которых мы сегодня, Миш, с тобой поговорили, обсудили. Было суперкруто, пробежались, можно сказать, по истории искусства, и еще и творчество Оксимирона оценили, познакомились с ним поближе, что тоже, я считаю, очень полезно. Вот, он мне открылся, конечно, с очень хорошей стороны. Миш, спасибо тебе за такой крутой формат, я с большой пользой и удовольствием провел воскресный вечер, и всем зрителям твоего канала. Очень надеюсь, что вы получили удовольствие вместе с нами. Всех жду в гости в Амельченко Галлери, обязательно. И, конечно, подписывайтесь на Арт Патруль, любите искусство и будьте счастливы. Спасибо. Ребят, вот не шучу, 15 минут второго по Грузии, записываемся глубокой ночью, огроменный видос, специально, чтобы вы радовались. Ролики про искусство продвигать непросто, даже с Оксимироном, поэтому прошу от вас приложить к этому усилия. Мало того, что там на меня, на Арт Патруль подписаться, ну как можно без подписки сидеть? Еще там друзья, там отправьте кому-нибудь, можно на мой Бусти подписаться, там будет вход закрытый паблик замечательный, из кучи музыки, кенища и всего остального. А на этом все, спасибо, что досмотрели, вы знаете, где кнопка подписки. А- А- субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok